Всем привет! С вами Эрика Авакова. Вы слушаете подкаст интернетизмы. Не секрет, что технологии не стоят на месте, и параллельно с их развитием расширяется и наш словарный запас. Многие слова заимствуются из английского, а затем часто используются в русском транслите и не всегда сразу понятны. Именно этим словам и посвящаются короткие выпуски подкаста интернетизмы. Сегодня мы поговорим с вами о слове домен. Слово заимствовано из французского языка. Так, в Западной Европе в средние века называли личное земельное владение феодала. В настоящее же время слово приобрело новое значение. Домен или доменное имя, доменный адрес – это название сайта в сети интернет. Понятие домен и сайт часто путают, но это не одно и то же. Сайт – это веб-страница, которое отображается в интернете, то есть это контент. А домен сайта – это его уникальный адрес. Если у сайта не будет домена, пользователи просто не найдут к нему дорогу и не увидят содержимое. В качестве доменного имени обычно выступают названия фирмы, организации, аббревиатуры, имена и фамилия людей или просто общеупотребительные слова. Например, Google.com – это домен поисковой системе Google. Грамота.ру – это домен справочно-информационного интернет-портала, адресованного всем, кто знает, изучает или преподает русский язык. Все домены устроены иерархически. Они состоят из частей или уровней, которые отделяются точками. Домен первого уровня – правая часть домена после точки. Она бывает географической, национальной. Например, точка.ру – это Россия, точка.em – Армения, точка.eu – страны Евросоюза и так далее. Домены могут быть идематическими. Например, точка.biz – это бизнес-сферы, или точка.com – коммерческая сфера. Домен второго, третьего, четвертого и других уровней или поддомены – это левая часть домена до точки. На практике это любая комбинация символов, которую мы придумываем для названия своего будущего сайта. Например, youtube.com. Как корабль назовешь, как говорится, так он и поплывет. Домен не может быть длиннее 63 символов. В домене могут использоваться латинские буквы, а с недавних пор и национальных алфавитов, а также цифры и дефис. В России, например, есть кириллический домен. В Индии, Китае, Корее и некоторых других странах тоже есть национальные домены, написанные вязью или иероглифами. Администраторами национальных доменов могут применяться ограничения по длине имени домена, а также недопустимости использования только одних цифр. Ну а теперь самое время привести пример употребления данного слова. Он взят из статьи Софьи Кадочниковой «Спаси, не сохраняй». В статье мы находим следующее предложение. Британский ученый Тим Бернес Ли, создатель всемирной паутины, считает нынешний интернет извращенной версией первоначального замысла, согласно которому любой пользователь мог быть активным участником системы, иметь собственный домен или сервер. Конец цитаты. Пример взят из национального корпуса русского языка. Итак, значение слова мы раскрыли, пример употребления привели, значит самое время прощаться. Таким был сегодняшний выпуск подкаста «Интернетизмы». Спасибо, что прослушали его до конца. Я очень надеюсь, что информация была полезной и интересной. Если вам все понравилось, ставьте лайки, делитесь выпусками с друзьями, подписывайтесь на мой YouTube-канал и, конечно же, следите за новыми выпусками. С вами была Эрика Авакова. До следующего выпуска. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok